В этом видео мы поговорим о физическом хранении различных объектов баз данных. Существует огромное количество различных объектов баз данных, и до сих пор в нашем курсе мы не затрагивали вопрос о том, как они физически хранятся. Сейчас мы это рассмотрим. Начнем с общего списка объектов. Любая СУБД поддерживает так называемую системную базу данных. Это в общем и целом обычная база данных, необычность которой состоит в том, что ею управляется масса СУБД без особого нашего вмешательства. Наше вмешательство туда происходит очень косвенно, когда мы создаем базы данных, таблиц, какие-то иные структуры. Все это попадает в такую системную базу данных, к которой мы можем получить, как правило, доступ на чтение через разнообразное представление, которое часто называется информационная схема. Итак, еще раз самое главное, список объектов любая СУБД хранит в системной базе данных. Таблицы, их структура, данные и так далее в общем и целом представляют собой не что иное, как файлы. Структура таблицы, то есть описание полей, их названия, типы данных и так далее, может храниться в каком-то отдельном файле для всех таблиц или в отдельных файлах для каждой таблицы. Аналогично, данные таблицы могут храниться как в едином файле для всех таблиц, так и в отдельных файлах для каждой таблицы или даже могут храниться отдельные колонки в отдельных файлах. То есть это, грубо говоря, вот такой большой файл, в котором сохраняются отдельно взятые записи. И стоит отметить, что в некоторых редких случаях структура таблицы может храниться в только что упомянутой системной базе данных отдельно, но это достаточно редкие случаи. Информация о первичных ключах, внешних ключах, связях между таблицами хранится в описании таблиц. Мы уже помним, что у СУБД есть специальная системная база данных, в которой как раз таки и хранится вся вот эта вот информация о связях, о том, что то или иное поле является первичным ключом, о том, что то или иное поле является внешним ключом. То есть вся вот эта вот информация будет находиться в системной базе данных. Индексы представляют собой либо копию данных, либо способ организации таблицы. Если мы говорим о так называемых кластерных индексах, это есть не что иное, как способ сортировки, физической сортировки данных на диске, данных таблицы по значению какого-то поля. В нашем случае, например, это по полю 1. Если на поле 2 будет построен отдельный индекс, то информация из этих полей будет скопирована в индекс. То есть в большинстве случаев индекс представляет собой именно копию данных. А сама эта копия данных чаще всего хранится в каком-то отдельном файле. Так называемые представления являются ничем иным, как просто поименованным SQL-запросом. То есть существует какой-то SQL-запрос, возможно, достаточно большой. Потом создается то, что называется представление, то есть то, что дает этому SQL-запросу какое-то имя. Дальше сам этот SQL-запрос вместе с его именем хранятся где-то в системной базе данных. То есть вот, к примеру, что-то подобное. То есть обычные представления, в отличие от материализованных, хранятся просто как SQL-код в системной базе данных. В отличие от обычных представлений, материализованное представление содержит не только SQL-запрос с именем, но и результирующие данные. То есть вот у нас есть какой-то запрос, к нему будет добавлено какое-то имя, чтобы мы по этому имени могли к нему обращаться. Это будет сохранено в системной базе данных. Но результат выполнения этого запроса будет сохранен в том, что можно назвать, так в кавычках, напишем, какая-то виртуальная таблица, к которой мы напрямую доступа не имеем, но к которой обращаются с УБД каждый раз, когда нужно вроде бы выполнить этот запрос. Но на самом деле чаще всего будет происходить чтение из вот этой вот виртуальной таблицы, сохраненной где-то на диске. А непосредственно данные, вот эти сохраненные, полученные в результате выполнения такого запроса, будут обновляться по специальному алгоритму, который был указан при создании материализованного представления, информация о котором, как мы помним, просто хранится в системной базе данных. Триггеры, пользовательские функции, хранимые процедуры и подобные объекты хранятся в системной базе данных, которую мы упоминали уже очень-очень много раз. В зависимости от того, какой СУБД вы пользуетесь, часть таких объектов может храниться в виде просто SQL кода, что чаще всего относится именно к функциям. Но, если мы говорим о триггерах и хранимых процедурах, они, как правило, хранятся в виде скомпилированного кода, который уже сразу же готов к выполнению. Но, тем не менее, вся эта информация все равно сохраняется в системной базе данных. И обязательно стоит подчеркнуть, обязательно, что в зависимости от того, какой базой данных вы пользуетесь под управлением какой СУБД, как вы что-то настроили в этой базе данных или в вашей конкретно взятой СУБД, всегда могут возникать очень интересные сюрпризы. Поэтому обязательно обращайтесь к документации конкретно по вашей СУБД, по ее настройкам, потому что только там содержится конечная, точная, дословная, правильная информация не только о том, что и где хранится, но и какие у вас, в принципе, есть возможности и как это все вообще может работать.